так проверяем сейчас как вам сейчас я пообщаюсь сам с собой так максим расскажите пожалуйста как поживает ваш кету в одиннадцатом доме я очень расстроен этим фактом мне хочется поработать над этим больше мы можем это сделать прямо сейчас я выхожу сейчас технический директор выходит всем передаем спасибо техническому директору лена она может исправить любую поломку что говоришь спасибо да лена когда прикасается к инстаграму наживает я не любитель как бы вот если там что-нибудь заколотить это да а вот тут как вы знаете но я надеюсь что у нас тоже получится выйти на связь может у лены так вышло ну чё сегодня наконец-то интересная тема мы прошли этот скучный 10 дом который мне не нравится и я ярко выражаю свое мнение вот и конечно куда интереснее 11 дом там есть где развернуться о чем поговорить вот ну вы знаете на самом деле эти показатели очень похожи то есть так как 10 дом является таким прирост к пониманию второго и одиннадцатого то есть это наш проф реализации таланта а кто не был на эфире по десятому дому почему мне не нравится этот дом потому что я считаю абсолютно ненужным и бесполезным в плане того что там у человека есть таланты которые не конвертируемые в деньги то есть если вы будете работать по второму одиннадцатому и не включать десятый никаких проблем это не создаст то есть если вы профессионально реализовываетесь по домам денег то 10 дом он является неким дополнением конечно его стоит прорабатывать но как бы у него нет такого приоритета вот люди обижаются ну извини но не люблю я этот дом вот значит получается что кету оказываясь в одиннадцатом также как и в десятом намекает человеку на то чтобы он работал в своем личном пространстве не имея начальство наша любимая удаленка онлайн или возможность заниматься делом обособлено знаете когда над вами нету вышестоящих органов либо не очень далеки от вас вот да вы можете использовать эти таланты по десятому но как я вам уже говорю денег он вам не даст поэтому нам же нужны деньги нам нужна реализация и многие люди путаются они начинают реализовывать свой десятый дом не затрагивая одиннадцатый и второе это не не дает никакого толку понимаете вот если конечно он у вас не связан ну да вот как вы написали с домами денег десятый но многих не связан но так вот одиннадцатый дом да дает некую удаленку и там же важно еще сочетание кету с другими планетами то есть там много что меняет я замечал что люди часто стесняются выступать на публике и вообще как-то себя преподносить все таки одиннадцатый дом это не только дом денег но и дом популярности возможности как бы выйти на широкую аудиторию вот пишут да без денег вся ушла в десятый дом да если вы вдруг работаете по десятому дому я вам настоятельно советую переключиться на одиннадцатый более продуктивный и нужный нам дом не тратьте время на десятый то есть здесь человек боится себя преподносить почему потому что он не понимает как это сделать ну что как бы если это венера или луна то им только дай и они в одиннадцатом доме просто такие любители до внимания но кету он дает вообще такое необычное ощущение на самом деле у публики от вас то есть те люди у кого кету в одиннадцатом вот такое ощущение что в них есть какая-то изюминка их сложно до конца прочитать и разгадать все они когда выступают на аудиторию мы на них смотрим и нам кажется что не все в них как-то допонято вот например такой артист как дэвид боуи вот он реально у него даже была тема что он инопланетянин из других планет и в клипах он это показывал и он настолько странное существо он реально существо то есть это такой артист который преподносил себя как что-то среднее это не мужчина не женщина это какое-то создание то есть это не значит что вы все такие я к тому что в шоу-бизнесе это более ярко проявлено и вот люди с такими положениями они реально выбирают такую необычную специфику да и проявляют себя странно я бы сказал вот значит если вы раскрываете свою своего кету а у вас реально есть дар как скажем программировать настраиваться на публику причем делая это без какого-либо эпатажа так как кету дает некую скромность некую интровертность то есть у вас есть какой-то свой личный способ воздействия на аудиторию у вас есть какой-то личный способ зарабатывания денег где вы это делаете не через какой-то тяжелый труд а вы делаете это через какую-то узкую область своего развития и специфическую область кету всегда необычен вот мне кету во втором дал астрологию это же не совсем обычная профессия не все вокруг прям профессионально зарабатывают на астрологии в основном люди это делают как хобби либо как дополнительное что-то да но кету дает возможность человеку создать чуть ли не свой свой вид профессии то есть то чего вообще не существует на рынке и это очень круто вот то есть здесь нужно что здесь нужно не бояться уйти в узкую область здесь нужно не бояться выступать на публике и быть обособленным при этом да как бы работая без начальства то есть создавая какое-то свое тело то есть должна быть свобода в перемещениях вот еще что я замечал по людям с кету в одиннадцатом но в основном они не понимают кем работать и не понимают как им реализовываться то есть это создает сложности то есть там получается в одиннадцатом доме находится туман и человек с таким положением работающий на какой-то не своей любимой работе испытывает больший стресс чем человек у которого кету в одиннадцатом нет то есть получается если человек уходит в кету а что значит уйти в кету уйти в заработок в работу в карьеру при этом в направлении которое не его представляете какой стресс человек испытывает мало того что он отключает свою карту то что он пошел в кету так тут еще и происходит вот этот диссонанс из-за того что это не его направление поэтому тут двойной удар происходит поэтому если у вас там кету нет то вы каким-то образом по меркурию или сатурну можете себе позволить зарабатывать на нелюбимой профессии знаете сатурнянцы они просто любят статично выполнять какие-то действия им нравится сам процесс ну знаете как бы вот одно и то же да и чтобы это было все лучше и лучше и по сути им не всегда даже есть разница что это за компания что это за дело им как бы вот есть ну затем нравится определенные моменты что мозг именно выполняет вот эту функцию и они это делают все круче и круче но не кету кету нужно что-то определенное что-то специфическое поэтому человек должен постоянно быть в поиске то есть кету это же тот кто ищет тот кто наблюдает это что-то выводящее за некие рамки то есть можете даже кету в себе в голове представлять форме вопроса то есть что это то есть пока есть вопрос в профессии пока есть поиск то эта профессия будет приносить возможности и деньги также происходит и у меня то есть если у меня нет знака вопроса то я не развиваюсь то есть у меня в музыке в какой-то момент произошел дисбаланс из-за того что у меня исчез вопрос я понял как устроена музыкальная индустрия примерно понял какие там у меня ограничения и я в перспективе увидел к чему меня это приведет в астрологии такого нет в астрологии у меня бесконечное количество вопросов благодаря этому у нас вышло около 300 эфиров потому что это все вопрос это кет у меня привел к этому и я это исследую поэтому если по кету вы ничего не исследуете не изучаете не привносите а просто статично выполняете какую-то свою да там деятельность то вы в какой-то момент будете в глубокой депрессии и это повлияет на ваш заработок потому что там нет вопроса и нет поиска вот так вот интересным образом устроено это положение сейчас мы можем пообщаться с людьми которые вот готовы поделиться тем что необычного в их работе как они искали себя и каким образом вы влияете на аудиторию мы можем прямо сейчас как бы в живую посмотреть на этого человека каким образом он взаимодействует я уверен что когда мы смотрим на человека со стороны то здесь включается одиннадцатый дома не первый но имеется ввиду когда он работает на публику это момент имиджа то есть одиннадцатый дом это имидж человека и сейчас мы можем как раз поговорить на тему имиджа заработка и наших своеобразных необычных профессий так здорово наконец-то получилось привет как дела нормально давно не виделись слушай скажи свою фамилию я сейчас тебе наберу Фисенко Фисенко у нас знаешь такое необычное положение на самом деле у тебя 21.03.96 год 8.30 Минск да вот ну у тебя вообще тут очень необычная картина то есть у тебя тут эту Сатурн Марс Меркурий Солнце в Юпитере в рыбах в одиннадцатом доме то есть ты и бизнесом можешь заниматься и какой-то свою там клан создавать как сетевик Солнце Юпитер и технологии Меркурий Марс там и Марс Сатурном тоже инженерия технологии может быть и оборудование там офигеть и Кету Солнце тоже увлечение всякими мистиками магиями эзотерикой все подряд ну на самом деле самый главный все равно тут Юпитер кстати из таких людей получается неплохие юристы консультанты коучи вот это твое основное как вот ты считаешь по Кету есть какая-то необычность в твоей профессии слушай как бы я сейчас смотрю на свою жизнь у меня сейчас ну я в синдуках же знаешь я рядышком с вами у нас сейчас плюс семнадцать у меня сейчас дома живет регрессолог по гунг медитации йог живет еще один тип короче я уже фляга уже свистит у меня конкретно и мы еще выживаем все нормально еще я умудряюсь им проекты пилить в плане я понял то что мне интересно то что никто еще не делал трансформировать то что не трансформируется нормальным умом это у меня получается неплохо то есть ты короче за что-то берешься что другие не могут да я не боюсь туда идти у меня иногда это получается и чем ты сейчас занимаешься то есть какая у тебя сейчас цель развития мы стартанули проект это называется свобода это тоже там марафоны курсы короче все мои знания там много еще людей коучем по регрессиям по всем вот этим будем просто ну предпринимателей качать очень так интересно ты здесь как продюсер или сам являешься как коучем слушай и как коучем и как ну и продюсером и знаешь этот как его человек руки-ноги короче во всем он же Гоша короче ну пока поднимаем мвп делаем а есть такой момент что людям сложно тебя считывать когда ты выходишь вот например помнишь я был на мероприятии у вас да на семинаре все на меня смотрели просто смотрели потом обратную связь дали мы не понимаем кто ты ты ведешь себя не так как все как его я просто проношусь мимо помнишь я тебя камеру держал а люди в афиге кто ты кто я ну короче не могут меня считать и люди меня знаешь боятся очень они говорят что у тебя архетип психологический джокер а тебя неизвестно что ждать даже Эльвира иногда говорила а тебя неизвестно что ждать неизвестно что ты преподнесешь ну да потому что видишь у меня фляга когда свистит это знаешь я в потоке резко принимаю решение и люди ну не успевают за этим у тебя скорость высокая да очень высокая скорость и при этом ну иногда я устаю от людей знаешь как мне получается в одиночество ухожу и из него возвращаюсь ну и пошла трансформация ребята вы где кто там не осознается идите сюда будем в ручном режиме у вас ага ну люди не побаиваются вот в плане твоих клиентов ну с тобой работать ты как-то их убеждаешь да ну они сперва боятся а потом уже говорят ну мы тебе готовы всю жизнь задать ты настолько ну у меня я очень тонко чувствую у меня же это йога парфюмера есть да очень тонко все чувствую еще и с двенадцатого дома ну да это конечно да по юпитеру ты тоже можешь быть и продюсером ну и действительно продвигать у Эли такие же положения то есть она как раз занимается моим продвижением и то есть в этом вы даже схожи ну да у меня подобный опыт есть как и ты я же помнишь Наташу продюсировал я ее на нормальные высшие моменты вывел а напомни регрессолог я тебе прямой эфир делал еще в начале года сотку 150 делали на новой нише ну видишь я люблю рутину если я не успел создать систему я иду дальше как трансформатор мне становится неинтересно а в целом если вот в масштабе посмотреть как ты видишь вот в идеале твой бизнес то есть вот мне интересно просто таким количеством планет слушай я вижу так это знаешь вот система из таких самодостаточных людей когда знаешь как этот как сказать как единый механизм как ну какие-то элементы сетевого маркетинга когда все самые мотивированные когда знаешь ну просто и одновременно и систематично и хаотично все идет вверх как наш клан как семья одна и там разные направления да знаешь создать ядро и под это ядро уже запихивать все все ветки это школа какая-то для развития это люди просто знаешь собрать вот это я собираю под себя потихоньку компашку мы даже курс собрали я таких же шумоголовых это товарищей собрал как и я которые в подсознаниях копаются ну нейромаркетинг и сейчас мы стартуем продукт нейромаркетинг слушай прикольно класс слушай это интересно это действительно непростая задача потому что у тебя тут такое количество планет обычно люди здесь потеряются они не могут одним чем-то заниматься поэтому тебе нужна такая многофункциональная структура создал ядро пошел дальше систему завел пошел дальше систему завел пошел дальше только так я сгораю в системе и я не могу заниматься знаешь например чем я уже занимался я могу сидеть без денег но мне люди говорят открой вот эту компанию открой магазин а меня тошнит я даже туда не пойду я буду заниматься самым сложным но простые вещи которые мне не интересны я не пойду всегда должно быть что-то необычное ну да это похоже на то слушай спасибо что поделился это круто это реально прям это ты так что желаю тебе удачи я думаю что все получится был рад увидеться счастливо да очень интересный человек мы с ним часто виделись на разных мероприятиях нетворкингах у моего инструктора по йогике в 11 в рыбах тоже она учитель от бога очень доступно объясняет и притягивает себе много учеников но онлайн ей иногда сложно преподнести себя но люди видите побаиваются публики с кету в 11 так лунную карту мы не рассматриваем можно Евгения так попробуем так сейчас Свету Светину по-моему в прошлый раз пробовал я потом Евгению кету в 11 серый кардинал да алё алё привет привет общались уже так сейчас меня слышно да меня зовут Света привет слушай ты знаешь я первый раз что прикольно что сколько не было эфиров ты первый первый человек который в эфир вышел в маске я кстати понял что мы не сильно там маски носим ну судя по народу ну как бы прикольно я просто сейчас в маске оказался такой вспоминаю я думаю а я просто на работе прям под камерой сижу и нам в масках нужно быть ну я сняла и отвернулась от камеры поэтому нормально а вот блин насилуют народ пипец а ну да я вон недавно в самолете летел с Москвы меня чуть с самолета не сняли с этой как их называют как они называются которые девушки на борту бортпроводницы или как стюардесса стюардесса вот я короче спал ну в маске спать очень сложно я ее вот так вот снял как она до меня докопалась оденьте маску я говорю слушай ну ты чё не можешь мимо пройти ну в смысле вот у тебя девчонки проходят то есть дали маленькую вот эту власть и мы вас там с самолета снимем и я как бы с ней попытался поговорить я говорю ну понятно что это твои вот эти есть правила тебе скажут но ты же могла мимо пройти что ты говорю до меня довязалась что тебе надо и она короче так это туда-сюда то ли нравится им это знаешь вот этот момент управления что все все как в униформе раньше были пионеры сейчас все в масках ходят вот что-нибудь придумают чтобы мы были ну еще и рот закрыт вообще эта тема пипец я честно я в таком раздражении иногда вот и хорошо в Сочи меня не дергают но я вот в самолете прям начал наезжать на нее вы вообще мои права нарушаете я не обязан это делать на самом деле что прям у меня вообще у меня и я считаю что это правильно если мы внутри у нас есть определенный протест значит все в порядке с нами когда люди сразу в стоило и сидеть это тоже не прикольно ну то есть понятно что как бы систему сейчас так не поменяешь но надо нам все равно свое мнение иметь а вот скажи я тебя уже смотрел нет ты новый человек слушай классно как у тебя фамилия но сырево через дата но сырево света 19.11 91 ага время 0050 так и город Зеленогорск Красноярский край Горск Красноярский так получается ты лев у тебя Юпитер в первом доме хорошее положение очень необычное у тебя положение конечно в одиннадцатом доме что вроде бы кокету но при этом в близнецах вот и то есть получается что близнецы они любят смену деятельности ну как бы они любят ну какие-то коммуникации не сидеть на одном месте да постоянное движение кету же любитель наоборот делать то есть если близнецы любят вот это вот постоянное общение с людьми то кету больше привык общаться по телефону либо через онлайн через компьютер вот поэтому у тебя такое знаешь противоречивое положение но вообще в целом если этим управляет Меркурий то это люди очень такой статичной деятельностью часто занимаются с программами с финансами с бумажками вот но при этом пакет я часто встречаю фриланс то есть человек в свободном времени работает не по графику с девяти до шести а по объему работы то есть выполнил отдохнул вот и дипломатия очень сильная Меркурий и Венера конечно классное положение кстати учитывая что Меркурий у тебя в четвертом доме еще и с солнцем очень хороших видела агентов по недвижимости вот и вообще все что связано с недвижимость очень хорошо развито а еще такой нюанс интересный что Меркурий кету вот Меркурий это интеллект и он как бы изучает кету то есть а кету это древняя какая-то наука древняя субстанция то есть такому интеллекту понятны такие направления как астрология нумерология и ты можешь этим кстати очень здорово заниматься то есть у тебя есть талант такой причем даже и деньги на этом зарабатывать ты сама кем работаешь я тренер фитнес тренер вот например в онлайне мне тяжело работать тренером когда была пандемия мне было тяжело записывать видео то есть мне нужны люди мне нужны глаза чтобы на меня прям смотрели чтобы был вот этот контакт а так я увлекаюсь астрологией с восемнадцатого года слушай по поводу фитнес тренерства я например эту позицию не увидел здесь то есть я вижу что у тебя Меркурий управляет то есть это такой человек который организовывает какие-то бизнесы ну как бы знаешь у тебя есть вот это соединение Венера Марс вот оно дает знаешь такое женское творческое сексуальное что-то да связанное с дизайном но вот чтобы быть прямо вот фитнес тренером это у нас обычно солнце с Марсом а вот они в четвертом доме просто они через Меркурий выходят в одиннадцатый то есть по сути получается что у тебя в карте есть это но это не основа твоего бизнеса где бы ты могла бы прям развиваться у тебя какие-то еще идеи были ну да я хочу обучать обучать да ну вот я не знаю в сфере фитнеса это сделать либо в сфере астрологии то есть у меня как бы такое двоякое ну астрология ближе потому что Меркурий кету в одиннадцатый выходит не солнце с Марсом а именно Меркурий кету и и еще мне интересно у тебя образование какое образование я бухгалтер по образованию а все я тебя понял может быть это и связано с тем что да не ну просто откуда вот я думаю да у тебя этот Меркурий я вот говорю финансы бумажки но ты поэтому не пошла нет ну это было даже может быть ошибочно хотя если есть карти наверное не ошибочно ты знаешь то есть планировала быть хореографом точно просто так образование никуда не уходит и знаешь оно может потом выстрелить дело в том что я тоже знаешь занимался астрологией всякими там науками как хобби я точно еще три года назад даже подумать не мог что я буду прям профессиональным астрологом это было увлечение я музыкантом всегда был и я выбрал в карте вот одно из положений ну то есть вот эту вот венеру свою да а солнце с кету я даже не мог понять что это что это за солнце с кету такое и потом меня туда понесло вот периоды кету более глубоко да вот то же самое у тебя ты выбрала свою венеру с марсом солнце с марсом но сама ты исследователь ученый еще человек который может организовывать бизнес в этом плане то есть бухгалтерия тебе пригодится когда ты будешь развивать бизнес то есть тебе надо самой контролировать это но ты не тот человек который сам как специалист себя продвигает то есть это действительно больше школа и организация этой деятельности то есть по меркурию ты контроллер вот так же как у меня солнце во льве это управленец поэтому я сейчас к этому иду что у меня обучение то есть проводят кураторы ну то есть часть обучения и дальше как бы я больше ухожу в управлении в исследовании потому что мне нужно астрологию развивать а для этого нужно время у тебя то же самое твой кету с меркурием должны постоянно копаться поэтому когда ты начнешь много консультаций вести там что-то организовывать ты очень быстро почувствуешь что ты ну перегораешь я почувствую у меня сейчас такое есть да что уже есть да а также естественно пакету не очень прикольно иметь начальник замечала такое что ну как ну да если бы мне кажется я осталась бы в бухгалтерии наверное бы да нет я бы не смогла поэтому я и ушла с вышки по бухгалтерии и ушла в фитнес здесь как бы есть конечно у меня директор но я такая более свободная то есть за мной особо как бы не следят ну особого контроля нет но все равно я чувствую что мне нужно ходить на работу и мне это не особо как бы нравится но сама деятельность конечно мне нравится просто видишь иногда мы выбираем специальность именно по нашим талантам и вот то что ты стала фитнес тренером ты развила именно себя как личность потому что у тебя солнце же главное оно в марсе это и есть тот фитнес тренер вот дальше это тебе пригодится что ты будешь примером для людей ну когда будешь там тоже и консультации проводить что ты классно выглядишь умение подать себя на аудиторию и умение хорошо выглядеть это тоже умение это пятьдесят процентов успеха потому что людей слушают красивых ну по сути сексуальных так сложилось то есть этому человеку доверяют да и даже если он несет чушь все равно его слушают я уже это понял по некоторым примерам на сцене да ты все равно люди увлекаются пожалуйста там никак мы не можем обойти ту же Бузову да я так и то есть в ней нету какого-то определенного направления в чем она специалист по сути как и Бонни я вот на них смотрю то есть кто они вот Собчак например она действительно крутой интервьюер она шарит она шарит а они умеют себя преподнести это талант но в чем преподнести неважно поэтому мы их смотрим а направления то нет то есть они занимаются всем потому что хорошо выглядят поэтому пакету видишь часто бывает и такое что человек не всегда попадает в свою нишу и ему очень сложно найти себя я считаю сколько лет был в музыке и мне все говорили иди в коучинг иди в психологию я никого не слушал и я не мог себя идентифицировать и у тебя тоже произошло такое что ты пошла в фитнес-тренер и ты же чувствуешь что это не все да угу чувствую да то есть какая-то ты наверное уже по-любому на этих занятиях пытаешься человека там больше коучить там вытаскивать боли там разговариваете да об этом ну да то есть у меня больше как бы именно вот так и получается то есть я чувствую что мне нужно учить именно давать информацию но даже сама что-то показывать я уже не хочу мне либо хочется хотелось сейчас уже наверное нет обучать тренеров вот ну смотри тебе можно сделать автоматическое обучение потому что кету дает легко развивающуюся автоматику меркурий с марсом это вообще айтишник и у тебя выходит это в одиннадцатый дом это отстройка инстаграма ютуба у тебя кстати есть такой талант дополнительный где ты можешь продвигать людей через инстаграм через ютуб и тебе нужно изучить эту технологию ты все равно основные курсы пройти по тому как развиваются эти сети ну например инстаграм дальше ты уже записываешь обучение и его продвигаешь через интернет то есть твой самый большой заработок не на мастер-классах живых а на том что люди будут автоматику покупать в интернете и это пойдет быстрее всего и тебе надо настроиться туда быстрее есть люди артисты у которых важно например выступать у кого луна там в одиннадцатый выходит или венера экзальтированная у тебя она в падении как и у меня то есть мы исследователи поэтому то есть у меня вот получается даже сейчас уже запущено автоматическое обучение ну как бы для всех вас вы заходите в ютуб там прямые эфиры на планеты по всем положениям то есть это и есть автоматика вы каждый смотрите свою карту и обучаетесь и я при этом не прилагаю никаких усилий я это уже сделал и вы уже сами там разбираетесь вот тебе надо то же самое просто понять что ты именно хочешь передать ну вот я кстати скажу что я когда получается нашла тебя в ютубе я смотрю и думаю вот вот этот человек который делает то что нужно пока я работаю кто-то это делает ну то есть именно вот такая подача она мне очень близка то есть мне прям понравился вот этот подход чтобы люди смотрели и изучали себя сами то есть это вот очень классно мне понравилось поэтому да я тебе желаю удачи у тебя все получится просто знай спасибо что фитнес-тренер это одна четвертая тебя то есть тебя нужно от этой модели отходить ты не фитнес-тренер это просто твой талант твоей личности следить за собой то есть ты намного больше ну как и я думал что я музыкант поэтому мы кстати в этом похожи вот так что был рад познакомиться спасибо за эфир спасибо пока да счастливо вот видите иногда у нас в карте есть субличности которые очень сильно перетягивают на себя то есть я реально вот настолько вот в свою Венеру ушел у меня же еще период был такой посмотрим какой там период у девушки ну вот у нее как раз сейчас да Венера Раху идет и Венера всегда перетягивает свою область особенно в свои периоды человек не чувствует своего Меркурия ну а кету там уже знаете еще сложнее вот фитнес астро тоже вот Линда предложила почему нет прикольно ну солнце в Раке это получается такие продажники люди умеющие убеждать вот так подождите сейчас я чтобы мне не сбиться мисс Виол мне вот очень новенькие интересуют люди кто еще не был у нас у нас как сериал так мисс Виол отклонила Ковалевская блок давайте попробуем привет привет здравствуйте здравствуйте Максим наконец-то желание сбылось я уже просто это горел этой идеей несколько дней честно вот начиная с кету с девятого дома хотя у меня кету в одиннадцатом но я прямо вас караулю ну у нас как обычно с кету там какие-то сложности фух слава богу сейчас может я притягиваю но я говорю я верю статистике то есть получается у меня где-то сейчас двести семьдесят эфиров вышло и я проанализировал именно с какими были проблемы то есть у меня было где-то пять случаев за год где проблемы с эфирами были там везде был кету поэтому я начал про него говорить это значит что и в планетах также можно анализировать так мне нужно сказать свою дату рождения или что да а мы не общались еще да нет я в декабре начала ну у меня был такой тяжелый период достаточно вообще прошлый год был тяжелый кстати был под период кету вот прошлый год и я в декабре нашла твое видео на ютубе вот запала вообще на все это смотрела с придыханием и захотела на какой-то эфир поняла что ты в инстаграме есть нашла тебя в инстаграме и начала караулить клево как тебя зовут меня зовут Лиля 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 и как фамилия Ковалевская 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 когда ты родилась 13 сентября 89 года 13 сентября да 85 89 89 89 время время 12 55 дня так и город город Усть-Котав Челябинская область ну либо там ближний я смотрю там мяс еще можно как вариант Усть-Котав да Челябинская область о интересно так у тебя получается вау у тебя прям солнце с кету во льве да класс просто у меня тоже солнце кету во льве во втором но это люди которые круто видят прогноз то есть могут прогнозировать и все техники прогнозирования ну туда же астрология и нумерология все идет то есть с одной стороны такие люди реально часто идут в эзотерику потому что люди же приходят на консультацию чтобы ты некие вещи предвидел и его предупредил с другой если ты туда не идешь то у тебя есть отличное положение Марса с Меркурием твой технолог айтишник который работает с разными проектами в интернете солнце управленец и там ты просто имеешь хорошую чуйку чутье то есть понимаешь с кем работать как работать поэтому в любом случае это талант и я все равно не буду тянуть тебя в эзотерику из-за того что у тебя солнце с кету то есть применить это можно по-разному вот теперь интересно какое у тебя образование и специальность еще хочу добавить у тебя Венера в своем знаке в первом доме когда такая сильная лагна человека тоже может потянуть в его вот первый дом а не дома денег такое бывает ты чем занимаешься ну у меня два высших образования ну не касаемо всего того что я обучаюсь на протяжении жизни педагогическое образование первое я не поступила на журфак я хотела на журфак не поступила мне не хватило несколько баллов на бюджет пошла на педагога вот но параллельно занималась журналистикой работала обучаясь в университете потом выпустилась меня пригласили работать на телевидение вот и параллельно я пошла на второй высший уже на журфак чтобы закрыть этот свой гешталь так так а ты свою карту рассматривала да уже да я рассматривала я тоже очень люблю астрологию выучила сейчас на западного астролога в ведической астрологии просто участвовала в марафонах читаю много но не училась еще вот жду внутреннего отклика и скорее всего обучусь тоже а вот последние годы чем ты занимаешься какая у тебя деятельность в работе но когда я уволилась с телевидения я вообще ничем не занималась то есть я не пошла работать меня обеспечивал муж вот но я начала заниматься общественной работой вот совет работающей молодежи был у нас в городе мы организовывали различные вечеринки благотворительные акции в общем мне общественная работа завлекла очень я стала лидером там через какое-то время председателем вот то есть все такое прочее ездила а еще параллельно написала две книги вот вот и начала писать в контакте в инстаграм вот а в прошлом году 2020 наконец-то все это дало свое свои плоды как раз кстати пришел под период кету мы переехали с мужем то есть его повысили вот и я там ну в паре конкурсов выиграла блогерских и начала развиваться инстаграм уже с более профессиональной точки зрения ну у тебя видишь получается юпитер с меркурием это твоя писательская тема но она не заходит в деньги это просто дополнительный талант а вот по поводу инстаграма мне хотелось бы чтобы ты уточнила потому что у тебя марс с меркурием из 12 работа в онлайне отстройка да ты получается какие-то узнала вот вещи как отстраивать инстаграм смм или еще что-то или нет ну вообще вначале просто начала писать вот а потом уже узнавать все технические моменты я бы не сказала что мне далось это прямо очень просто ну или я просто как-то к себе относилась что я гуманитарий вот эти все моменты но в итоге все пошло хорошо да технические моменты это что что ты делала ну даже не технические а вот эти моменты как продавать как что-то там вот таргет не таргет вот эти вот моменты ну там реклама ну вот такие ну вот и по тебе и по прошлой девушке заметно да что очень много направлений и такой разлет есть размытость потому что сложно уцепиться за то что ты реально хочешь потому что кето он реально вот дает что-то такое узконаправленное и индивидуальное чтобы человеку это найти это как иголка в стоге сена в итоге от чего у тебя самый большой кайф вот ты бы занималась этим сутками самое любимое занятие слушай ну такого нет наверное ну в смысле это опять несколько направлений ну просто я сейчас на наемной работе я работаю в медиа центре вот но мы сейчас на дистанционном мне очень нравится работать дома вот но астрологии мне нравится заниматься мне нравится выходить в прямые эфиры а в медиа центре что ты там делаешь мы также развиваем блок сайт концертно-театрального комплекса то есть там творческие люди режиссеры актеры певцы и мы вот как бы делаем так скажем рекламу и мероприятием и дистанционным и живым когда откроется да уже комплекс то есть вот такие моменты а конкретно именно что ты делаешь ты именно отстраиваешь сайт ты эту рекламу размещаешь или что ты делаешь я пишу посты я организовываю как оператор да там фотосессии придумываю промо-ролики ну вот в принципе это созвучно с тем что я делала на телевидении когда работала то есть придумываю там промо-ролики как-то ну такое думаем именно непосредственно над инстаграмом нашего комплекса как его сделать более интересным популярным для ты знаешь в принципе у тебя тут работает все и по солнцу действительно ты хороший организатор просто пакет как бы можешь организовывать такие нетипичные вещи да то есть что-то уникальное найти но я вот видишь пытаюсь ухватиться за твоего этого технолога айтишника Меркурий Марс который разбирается в технологиях и это уже элемент именно отстройки немножко другой не как в форме творчества а настройка рекламы то есть настройка лидов понимаешь это такой технологический аспект фейсбук инстаграм тебе неплохо было бы не обязательно прям становиться вот этим сммщиком но изучить эту область то есть как бы усилить своего вот этого технолога я вот кстати недавно прошла марафон по смм сегодня был последний день да ты что по смм да я тебе про это и говорю понимаешь если ты будешь обладать вот этой технологичностью и поймешь как смм работает тебе легко и будет свои тексты задвигать потому что будет сама понятна отстройка то есть как люди реагируют на рекламу тогда ты рекламу то есть представляешь это в одном лице как это круто обычно отстройкой занимается один человек а рекламу копирайтер создает кто-то другой но вот эта статистика как люди реагируют на что то есть это хорошо бы знать изнутри все равно это не обязательно всем просто у тебя такая карта необычная поэтому тебе я хотела знаете еще Максим что сказать ну я просто анализировала свою карту вернее в периоды под периоды и вот именно что у меня происходило в это время вот есть такое я часто слышу что конец периода раху он там забирает все что дал человеку но я вот смотрю по своей жизни но у меня он пришелся больше на школьный возраст мне в конце вот периода раху раху марс вообще сбылись все у меня практически наверное желание и материальные и нематериальные хотя вроде марс но я бы искала что он у меня прям такой огонь ну на вам в общем правда хороший да у меня ничего не забрали вообще но вообще это забавно когда вот мы говорим о том что раху это как будто какая-то субстанция которая внешне где-то откуда-то что-то может у нас забрать то есть то есть люди до сих пор не понимают что планета это как части тела наши то есть моя рука не можешь у меня же что-то забрать то есть это просто качество характера человек просто в периоды раху иногда не хочет работать над своими минусами и он из-за своего характера делает ошибки поэтому он несет потери он становится где-то жадным где-то лихорадочным но нету никакого раху который там откуда-то что-то забирает то есть это просто люди они не любят работать над собой в целом а периоды планеты они никогда ничего не забирают они только дают просто именно в раху подсвечиваются все наши негативные качества мы начинаем видеть чего нам не хватало и на самом деле в раху наоборот можно подняться очень здорово ты понимаешь свои таланты в кету еще сложнее если раху явно это показывает то кету очень тонко намекает что у тебя есть такой-то талант ну а ты как думаешь в чем твоя уникальность то есть знаешь я вот пообщался с тобой с прошлой девушкой есть размытые ощущения в плане профессии мне реально сложно вас собрать очень и сами как личности вы очень противоречивы вот я например на тебя смотрю ты одновременно такая творческая такая идейная и вроде бы это Венера но с другой стороны ты такая как ученый такой прагматик вроде бы как Меркурий и мне непонятно что в тебе сильнее ты как думаешь Меркурий или Венера? ну я думаю что Меркурий сейчас сильнее в том плане что я его по жизни да начала развивать ранее ну так скажем со школьного времени всегда любила учиться мне всегда это хорошо давалось я вот недавно даже закончила астрологию и у меня даже там автоматом экзамен то есть не в университете просто моя карма а Венера наверное позже как бы было ощущение себя именно в плане женственности просто у меня я родилась в такой семье где вот это вот все женское оно не присутствовало ну скажем личная жизнь там у мамы у бабушки сложилась неудачно и я как то вот эту вот Венеру в себе даже не ощущала и поэтому наверное я ей уделяла меньше времени вот а Меркурий больше то есть тут обстоятельства жизни скорее но сейчас у меня под период Венеры кстати начался да поэтому в принципе ты можешь быть как человек который развивает СММ отдел и вообще организовывает всю эту деятельность и бизнес ведет Меркурий и Марс в двенадцатом доме работа через онлайн отстройка и во второй дом Марс выходит с другой стороны ты можешь выбрать реально эзотерику солнцескету и так же по ней а можешь и то и другое сейчас у людей несколько бизнесов вот то есть здесь надо покопаться но эти две области они реально у тебя развиты но я пока не могу тебя что-то в одно вывести потому что я реально не могу это понять до конца у тебя очень разные вот эти вещи да вот это ты рассказываешь оно реально размывается то есть по кету в одиннадцатом реально очень сильно все размывается и знаешь вот тоже от тебя есть ощущение что вот я с тобой общаюсь несмотря на твою Венеру такую обаятельную сексуальную такие люди вообще включаются на раз знаешь они такие близкие тебе венерианцы но все равно так как мы общаемся с тобой у тебя включается твой одиннадцатый дом то есть потому что на тебя смотрит сейчас публика и ты как бы остаешься загадкой все равно для меня потому что я эту Венеру до конца не считываю в тебе и как бы получается что ты такая немножко внутри себя хотя на карту смотришь Венера в своем знаке то есть понимаешь и то есть именно с публикой кету создает некое вот закрытие потому что вот так ты выглядишь как артист Венера в своем знаке это люди вот прям эгегей да такие но в тебе есть вот этот момент такой легкого такого легкой закрытости знаешь такого не до конца считываешь тебя поэтому а знаете почему может быть извините что вас перебиваем да 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 просто второй под период Сатурна честно и вот начиная с того момента как он с восемнадцатого года зашел мы в двенадцатый дом то есть мне вообще не захотелось с людьми в принципе общаться я наверное делал это на каком-то таком автомате а прошлый год когда он сел на мою луну я в принципе даже несмотря на то что мы переехали с мужем мне не было такого как раньше а ведь когда-то моя Венера лучше работала такого как раньше эгегей я там хочу общаться я хочу знакомиться на самом деле у меня были периоды в жизни когда моя Венера работала знаете так хорошо очень я как раз тот период с мужем познакомилась но она периодами понимаете потому что ну как бы я проживаю какую-то вот свою внутреннюю вот эту вот хотя сейчас полегче потому что солнце хоть и в своем знаке оно все равно может быть неуверенным луна несмотря на четвертый дом она все равно в Сатурне и эмоции конечно здесь сложнее проявлять поэтому наша Венера не подсвечивается поэтому и Кету и Сатурн охлаждают две очень важные планеты солнце и луну поэтому их нужно зажигать нужна публика нужны выступления и все это активизировать тогда сразу луна солнце и Венера включатся а что бы вы посоветовали мне непосредственно для моей Венеры разжечь ее ну чтобы вот она как-то ярче считывалась я всем одно и тоже советую развивать себя в инстаграме вести прямые эфиры а потом помаленьку переходить на живые выступления что рассказывать сами люди подскажут дело в том что когда начнешь делиться люди сами тебя будут спрашивать что им нужно так и у меня получилось в прямых эфирах просто люди спрашивали я отвечал там когда начнешь писать оно ты же сама юпитер меркурий пишешь хорошо поэтому ты можешь как бы себя выразить и эзотерика да это серьезная форма заработка здесь солнце кету это прям люди ты можешь прогноз хорошо делать с астрологией изучишь у тебя прогнозирование очень хорошо пойдет вот поэтому я думаю если Венера дает больше возможностей если вот Венера в весах он как дает приходит под период Венеры он дает возможности больше обаяния или что там такого да она и в секс выходит то есть ты раскрываешь свою сексуальность обаяния и на этом и работаешь творчество Венера это еще символ инстаграма он венерианский поэтому все туда запускаем да потому что соцсети они являются одной из чуть ли не самых важных как бы для тебя для развития все таки две планеты в онлайне двенадцатый дом во второй плюс Кету это тоже Кету это стеночка как я говорил между людьми то есть ты как бы с ними общаешься из определенного пространства Кету же отвечает за сны но когда у нас появился интернет виртуальные миры то Кету стал и за это отвечать поэтому когда ты в онлайн пространстве то Кету тоже за это отвечает поэтому там быстрее рост идет вот поэтому для нашей сейчас обстановки в пандемии это вообще это круто иметь Кету связанным с домами денег таким людям сейчас проще всего развиваться вот так что спасибо что поделилась круто да спасибо счастливо интересно интересно ну Кету он многое и дает и мой Кету же это астрология он на самом деле больше дал мне а там уже знаете технические моменты это уже может у нас именно сегодня важное время и все происходит прямо по плану Кету чем-то схож со сломанным телефоном никто никогда не узнает где произошла ошибка но каждый четко понимал о чем говорит вот классное определение как раз у меня одна из учениц пишет вы из маймун я думаю уже все знаете так ну что у нас тут был еще человек который написал что в первый раз давайте сейчас я женщина вам штраф тут у вас какая-то интересная беседа да так ну-ка подождите а вот Елена Плотник Ова и потом так хорошо давайте попробуем сколько новеньких просто с ума сойти ой ну хорошо хоть эфиры запускаются привет привет я первый раз я написала вот у меня Кету в одиннадцатом привет привет сейчас я запишу как зовут Лена меня зовут а фамилия Плотникова еще раз Плотникова когда родилась двадцать шестое двадцать шестое ноль шестое восемьдесят восьмой год семнадцать ноль ноль Красноярск уху так ну что у тебя получается у тебя получается кету тоже во льве как у прошлой девушки в одиннадцатом у нее и кстати та же у тебя весы луна в первом доме луна венера ты прям вообще художник такой творец вот и марс ух как необычно да у тебя с одной стороны солнце с кету и марс с раху во втором знаешь я заметил такие люди хорошо с телом работают диетологи телесная терапия вот все что связано со здоровительным ну так как марс такой весь супер технический и раху и сатурн то тебя могла конечно поклонить да в какие-то технические области инженерию слушай нет на самом деле нет я знаю что про марс с раху могу сказать это спорт я с 20 лет где-то начала заниматься спортом и тело да однозначно если я не занимаюсь меня начинают куда-то нести в какую-то агрессию прям знаешь мне надо обязательно чтобы в моей жизни был спорт я много чем занималась у девушки тоже такое положение марс с раху она может по 6 дней в неделю фигачить а вот скажи у тебя вот солнце в девятом да ну понятно это тот кто что-то обучает наставляет чем-то там управляет размытые положения потому что твой вот этот художник чувственный первый дом он настолько яркий и это как бы в твоей личности а когда смотрим дома денег там как будто другое то есть есть ты такая творческая художественная и такое ощущение что есть твоя работа где все может по-другому быть где ты управленец а в домах денег что у меня ну у тебя получается что солнце это вот этот управленец да тот кто обучает у тебя обучение идет сразу с двух сторон по девятому и по пятому дому ты обучаешь солнце с кету опять намек ну солнце же в девятом тоже какой-то консалтинг тоже может быть и астрология и прогнозирование аналитика но то что у тебя марс с сатурном это конечно такое знаешь как инженерно технологическое либо люди реально занимаются технологиями с таким положением либо это просто дает структурность опять же в управлении но мне кажется что ты хороший управленец так у тебя марс и солнце и можешь обучать очень быстро людей вот ну что у тебя прям реально сильные такие ты чем занимаешься вот смотри давай я тебе расскажу чем я занималась во первых про образование образование мне можно сказать незаконченное оно экономическое но оно незаконченное мне стало неинтересно я бросила это наверное араху потом я работала с двадцати лет и практически до тридцати все время я работала в продажах я была риэлтором я была торговым представителем я все время работала с людьми и мне это нравилось но был такой один момент все время это начальство я вообще терпеть не могу никаких начальников они на меня давят и мне было классно работать торговым представителем что я уезжала из офиса и вообще там не появлялась мне вот это вот нравилось а не с... слушай риэлтора риэлтора если честно вообще не вижу ну я не долго проработала я постоянно меняла какую-то деятельность и вот ближе к тридцати годам мне кажется я наконец-то к чему-то пришла так подружкой организовали бизнес мы занимаемся мы организуем туры в Азию ну в основном в Индию О, это солнце из девятого дома. Это же у нас как раз поездки, турбизнес. Я, кстати, вот только не сказал. Да. Вот, и я сама в Индии прожила, я вообще с 2016-го очень часто туда ездила, и с 2018-го по 2020 год, вот летом я прилетела в Россию, я два года практически прожила в Азии, но в основном в Индии. И вот у нас все было классно с турами, но потом, к сожалению, коронавирус, и пока вот ждем, сидим. Вот, мне очень нравится этим заниматься. Я не гид, мы занимаемся организацией, обе у нас есть как гид, мы нанимаем гида. Но сам вот этот момент, то, что это что-то мое, да, но это на самом деле классно, мне нравится. Ну смотри, пока не забыл, ты можешь это как бы соединять, то есть если Марс с Раху это элемент тела здоровья, да, когда люди едут там в грязевые какие-нибудь источники, а кету это такие места силы, необычные места, где человек хочет необычный опыт получить. И еще один момент, я прослушала, прошла курс по ведической астрологии, и, в общем-то, вот как месяц я занимаюсь консультированием. Сейчас после нашего разговора у меня сразу консультация. Ну, буквально вот, наверное, пять таких полноценных консультаций я провела. Я тоже могу сказать, что мне нравится. Мне нравится общение с людьми. И, кстати, вот насчет онлайна и не онлайна. Я считаю, что мне и так, и так подходит, но даже если общаться вживую, мне кажется, мне легче общаться вживую, чем онлайн. Ну, у тебя луна, видишь, в первом доме. Это же такой психолог. Поэтому, но ты тоже, на самом деле, скромняшка. Я, кстати, замечаю эту штуку. Вот у прошлой девушки, смотри, была Венера в весах, очень ярко. У тебя луна в первом доме. По сути, ты тоже такая должна быть. Но из-за этого кету в одиннадцатом он так немножко, ну, знаешь, такое сглаживает, знаешь, так прикрывает вот эту сексуальность, чувственность. А вот знаешь, мне кажется, я сейчас скажу, пока не забыла. Возможно, это первое впечатление тоже. То есть, если, например, там со мной пообщаться несколько дней, этот кету, он уберется куда-нибудь. Там проявится Сна и Венера. Я к тому, что первое впечатление, да, вот вроде бы полуунет, оголенный провод такой, который прям чувственный. Но первое ощущение, что ты интроверт, реально. Я вот так на тебя смотрю, и я бы не поверил, что у тебя луна с Венерой в первом доме. То есть, я вот почему и говорю, что многие астрологи не учитывают одиннадцатый дом с точки зрения публики. Все смотрят вот этот третий дом коммуникации, седьмой. Но как только кету залезает в одиннадцатый дом, он сразу меняет, короче, всю атмосферу карты. Что ты можешь быть с друзьями, с близкими, именно чувственной луной. Но как только мы уходим в эфир или люди вокруг, то там кету делает тебя слегка интровертной. Ну вот да, есть такой момент. И знаешь, еще очень многие, например, по первому впечатлению, они реально ошибаются. И потом проходит некоторое время, и они говорят, ну вот парни тоже, да, ты, блин, ты же другой была, что с тобой случилось? Ты была такая-то там такая, ты вообще другой стала. Мне и тебя тоже достаточно сложно считать. В тебе есть определенная загадка. То ли реальная такета, то ли мне так кажется, но я до конца не нащупываю тебя какая-то. Бывают люди в эфир выходят, я прям вижу, о, это сексуальная женщина. Все, там сексуальности целая куча, да. А эта женщина ученый. Ну и видно, умная, прошаренная. А ты, вот что-то такое в воздухе в тебе, и это, и другое. И я не могу, конечно, тебя собрать как образ. Слушай, ну это прикольно, это очень интересно. У тебя получится и астрология. По сути, мы можем это все соединить. То есть ты консультируешь, потом делаешь, организовываешь выезды просто. Я уже тоже думала об этом, да. Туры, они выезжают, и ты их там прокачиваешь, и все, и все прям работает одновременно. Ну, то есть я вот хотела спросить, то есть я в правильном направлении развиваюсь? Нет, я сама чувствую, ты в правильном. Ну, ты прирожденный психолог, тебе надо работать с людьми по Луне в первом доме. То есть это твоя личность, она сама этого просит. Ну и плюс ты действительно, у тебя талант обучения по пятому-девятому. И еще момент оздоровления идет, да, по Марсу. Что-то там можешь всякие диеты, еще что-то давать. Я вот замечал, Марс с Раху, это тоже вот люди, диетологи неплохие там, с телом. Ну, а Солнце твое, ты уже турбизнес уже активировала, и уже астрологию активировала, Солнце Кету. Вот. А Солнце с Меркурием дает же тебе бизнес организовывать, управлять. В принципе, у тебя карта вообще очень прокаченная. Вот. Просто может быть неуверенность, да, из-за того, что Солнце опять же с этим Кету, Солнце немножко такое, да. Ну и вот этим Меркурий, Юпитер, Венера в восьмом доме можешь закапываться, все что-то изучать. И больше заниматься исследованием. Да, 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 могу, но я уже как-то с этим борюсь, потому что сколько можно учить, надо куда-то это применять. А по поводу бизнеса, у нас с подружкой классная совместимость, она получается козерог, она восходящий козерог. Мы классно друг друга дополняем, то есть она, как ты знаешь, меня заземляет порой. И вот она прет, она у нас прет, она говорит, я знаю, что у нас будет тур, и он обязательно будет. То есть там никаких сомнений. То есть у нас классно. Да, тебе нужен элемент земли, так как ты воздух. Действительно, ты весы, козерог – это просто идеально. Я тоже очень люблю козерогов, дев, потому что я рак. Мне нужен кто-то, кто меня соберет в кучу. Вот, у меня также, да. Поэтому мы, как вода, растекаемся, вы, как воздух, у вас тоже в разные стороны раздувает. Иногда вообще несет. Но единственное, конечно, нам достаточно сложно работать с огнем. Я замечал, что люди, которые имеют огненную стихию, то есть они со мной либо охлаждаются, потому что я вода, и успокаиваются, либо раздражаются, что я на их структуру не реагирую, на их огонь, что они на меня не могут действовать, потому что я вода. То есть меня сложно как-то вот типа заставить, направить. То есть ко мне нужен подход. Поэтому все вот львы и овны, они привыкли работать с землей, которая достаточно такая, как сказать, прямолинейная, понятная. А мы же раки, они вот такие вот, весы тоже, и хрен ухватишь. Слушай, а у меня сейчас парень, у него луна. Он стрелец, у него луна в первом доме, мы как-то вот классно уживаем. Да это вообще офигеть. Вы прям лунной друг на друга смотрите. У меня бывший парень, у него тоже была луна в первом доме, у нас были долгие отношения, 8 лет. В общем, у меня все попадаются, я вообще заметила, у меня много знакомых с луной в первом доме. Ну, конечно, здесь понимание происходит быстрее, скорость восприятия просто колоссальная, и такие люди даже на расстоянии друг друга хорошо чувствуют. Это вообще бомбовское положение. Поэтому ты все правильно делаешь, и твоя вот эта изюминка, твоя загадка, она всегда будет притягивать людей, потому что человеку все время захочется тебя прочитать, и он все время не будет понимать, как это сделать. Поэтому это и есть твои деньги. Еще есть талант у кету, когда человека не могут прочитать. Когда кету находится в деньгах, как бы человек обладает каким-то талантом, даром, и вроде вот он на виду, но люди не понимают, в чем дело, почему это работает. Им хочется узнать это, и они начинают увлекаться твоим продуктом. У меня так же происходит с солнцем, с кету. Я вроде бы открыт, вроде бы со всеми общаются, но меня постоянно люди терроризируют вопросами, а ты какой, а мы вот все равно не понимаем. Ты вроде бы как вот все время типа с нами, там прямые эфиры, но ты, блин, все равно что-то же, что-то нет до конца, вот знаешь, понимаешь, кету не дает как бы до конца раскрыться. Вот. И я сам это не могу отследить даже, как так происходит. Поэтому в этом есть прикол. Так что будем с тобой, да, по солнцу с кету работать, и как бы мне же, у меня же получилось в принципе, ты так же можешь по этой же схеме и двигаться. То есть в астрологии даже тоже полезно мне будет вести какие-то прямые эфиры, почаще что-то выкладывать в сторис, что-то рассказывать. Я, в принципе, за то, чтобы все астрологи, которые как бы, ну, хотят быть более-менее такими сильными, в таком же формате выходили в прямой эфир и вызывали людей, не договариваясь. Мне вот это не нравится, то, что договоренные вот эти встречи, что ты выходишь с человеком и типа его разбираешь, и ты уже знаешь его карту. Поэтому, в принципе, так мы можем уровень астрологии поднять. И понятно, если ты себе цель такую поставишь, ты поймешь, что сразу у тебя не получится. Придется научиться навыку быстрого чтения карт. И тогда мы уже на рынке сможем сделать вот этот, ну, понимаешь, да, изменить качество. Слушай, да, это классно на самом деле. Я еще хотела сказать, мне очень нравятся твои эфиры. Я жалею, что я раньше просто не смогла попасть в прямые, так как все пропустила. Я уже смотрела все в записи. И я, наконец-то, нашла что-то дельное по астрологии. Я кучу всего пересмотрела на Ютюбе. Но, как ты знаешь, в школе, где я училась, тоже дали такие знания. Вот эти вот старые трактовки. Мне кажется, вообще, если честно, им нельзя пользоваться. Они поэтому в прямые эфиры и не выходят. Потому что они понимают, что это абсолютно не совпадает с реальным временем. Они играют на своем поле. Включил камеру и рассказываешь вот эту чушь. Про проклятие, вот эту всю фигню. Но если выйдет реальный человек из нашего времени, и он с ним побеседует, не какой-нибудь из его школы, то там будет провал. Поэтому мы видим вот эту говорящую голову. Или на Ютюбе вот эти записи. А вот чтобы вот так сходу, они же чувствуют, что где-то в глубине, что люди-то сейчас другие, но они не хотят уходить со своих позиций. Поэтому мы не видим этих прямых эфиров. Нет, прямые эфиры – это классная штука на самом деле. Я очень рада, что нашла твой канал, буду дальше смотреть видео. Что-то полезное для себя обязательно возьму. Да, я надеюсь, что тренд как-то проявится, потому что я пока еще тоже не нашел астрологов, кто это делает. Просто я хочу сказать, что психологи, нумерологи, тетахилеры все уже 100 тысяч лет уже вот так делают. А у нас в Джотише, блин, пока что я один. Я не понимаю, как так получилось, что мы настолько просели. То есть это значит, что мы очень сильно застряли в старых канонах. Прямой эфир просто все выявляет. Сразу и компетенция с астрологом, и как он с человеком общается. Там ничего не скроешь. Поэтому, блин, конечно же, ну, страх есть у них. Я думаю, что мы это изменим. Сейчас еще полгодика, и я думаю, народ подтянется, и мы увидим уже нормальный, адекватный эфир. Да я сам бы хотел их посмотреть. Мне очень хочется где-нибудь разборы посмотреть. А я в итоге смотрю в основном психологов. Потому что астрологов нет. Вот, я когда училась, то есть практически там был годовой курс обучения, а разборов карт не было совсем, можно сказать. Либо это были какие-то знаменитости постоянно. Ну, а хочется-то не только на знаменитостях, а хотелось на каких-то реальных людях. У меня люди с первого уже урока себя разбирают. Просто с первого урока сразу рассказывают про Луну и про свою карту. Потом через четыре урока они уже друг друга консультируют. Я вообще не знаю, что они там делают целый год в этих школах. Смысл вообще это все проходить? Если ты не разбираешь ни себя, ни других. Как-то у них еще получалось сюда людей заманивать. Я вообще не понимаю, как люди на это покупаются. Ты полгода учишься, ты ни разу не разобрал. То есть ничего. Поэтому надо эту лавочку закрывать, и чтобы было у нас нормально. А то это что-то какой-то капец происходит. Ну да, я в любом случае не жалею, что я отучилась. Мне вообще этот курс подарили на самом деле. Нет, все равно ты же получила навык. Я просто к тому, что теперь тебе надо практики больше. Да, теперь мне надо практики. Я решила больше не ждать. Я тоже начала там со своих знакомых. И не совсем знакомых. Ну вот, посмотрим, как будет дальше. Поэтому все будет бодряком. Да, так что был раз с тобой познакомиться. Я с удовольствием, спасибо, пока. Все, счастливо. Да, давай, удачи тебе. Ну, кайф. Да, интровертность на людях. Да, вы тоже заметили какое-то такое. Ну, может быть, мало у нас статистики для этого, но надо понаблюдать за этим. Да. Так, ну что, все. У нас один эфир остался. Пакету в 12-м доме. Это у нас будет, получается, пятница. Ну и там уже воскресенье. Мы начнем серию эфиров. У меня будет 9 эфиров по периодам планет. Вот. Обсудим, как вообще люди живут в разные периоды. Будет очень интересно. Вот пишут, что для астролога важна эрудиция интеллект, потому как разбор может быть очень сужен малым образованием. Я вам вот что скажу. То есть, ни эрудиция, ни интеллект астролога никак ему не поможет, если он не имеет практику. То есть, у меня школа основана на практике. Если у вас нет эрудиции, нет образования, поверьте, когда вы разберете 500 карт, вам все будет понятно. Это как человек, который не умеет ездить на машине и боится поехать. Знаете, как я научился? Мне отец сказал, все, сейчас ты как раз научишься. Я выезжал только в город на полчасика. Он говорит, поехали в Белгород. До туда ехать 11 часов, садись вот в машину, будешь меня везти ночью. Вот так я за одну ночь научился. Я там много повидал, пока ехал. Сколько там всего было по дороге. Просто поехал и все. Так вот, когда ты разбираешь карту, это называется, просто ты едешь. А там по ходу, по дороге, какие знаки там, кто там выскочил, что не понял, разберешь. Поэтому есть два варианта. Либо вы сидите и учите правила, и сидите с рулем, придуманным вами, и делаете вид, как будто бы вы едете. Либо вы реально садитесь за руль и начинайте ехать в реальной машине. Это ты открываешь карту и смотришь. Если ты что-то не понял, ты можешь всегда спросить у самого человека, а не читать безумное количество книг. Практика решает все. И у меня люди консультируют уже через два месяца, потому что у них сразу уходит страх консультирования. Даже если он не знает, я ему говорю, рассказывай, как ты думаешь, что ты чувствуешь. Понимаете? И все. Тут всего-то 12 томов, 9 планет. Одно и то же повторяется. Просто разбирайте карты, разбирайте, и все. Поэтому практика, это важно. У нас практическая школа. Так что всем спасибо. У нас будет последний эфир по планетам. Получается в пятницу, чему я очень рад. И у нас теперь вся серия выйдет. 144 эфира. Вот это да. Так что могу нас всех поздравить. Всем спасибо.